Добрый день, друзья! Меня зовут Олег Булак, я представитель Белорусского хельсинского комитета и один из координаторов компании по наблюдению за выборами «Правозащитники за свободные выборы». Это компания, в которой наблюдает организованная силами Белорусского хельсинского комитета и правозащитного центра «Весна». И мы работаем уже с 2008 года, уже больше 10 лет, наблюдаем за выборами, накопили большой опыт. И нынешние выборы также мы наблюдаем. Мы будем рады, если вы присоединитесь к нашей работе. И для того, чтобы понимать, как наблюдать, что наблюдать и что мы хотим от наблюдателей, какими должны быть наблюдатели, мы и организовали вот это обучение. Начнем с того, что я расскажу о принципах наблюдения, о международных стандартах, о том, как стать наблюдателем, как аккредитоваться, какие права и обязанности есть у наблюдателя. Международные стандарты независимого наблюдения – это те стандарты, которые сегодня разработаны, в первую очередь, на площадке ООН. И принято ряд документов по этому поводу. Это, во-первых, декларация принципов международного наблюдения за выборами и свод правил поведения международных наблюдателей, принят еще в 2005 году в Нью-Йорке. Также разработано пособие по наблюдению за выборами в рамках Бюро по демократическим институтам и правам человека – это ОБСЕ. Также есть документ Совета Европы, руководцев по международным признанным статусе наблюдателей за выборами, которые сделала Венецианская комиссия Совета Европы. Вот эти три документа послужили базой для тех принципов, которые существуют на международном уровне. Эти принципы, важно помнить, они как раз характеризуют независимых наблюдателей, отличают их от наблюдателей, которые наблюдают в интересах своего кандидата. Они касаются политической беспристрастности. Наблюдатель должен обеспечивать точность наблюдений и профессионализм при выполнении наблюдения и даче своих заключений. Также наблюдатели воздерживаются от того, чтобы комментировать ход выборов до объявления общего результата всей миссии наблюдательной. Наблюдатели открыты к сотрудничеству с другими наблюдателями. Наблюдатели должны действовать в рамках этого кодекса. Мы разработали свой кодекс наблюдения, который основан на этих международных принципах. Я их кратенько перечислю. Это, во-первых, наблюдатель не должен ходить в избирательные штабы политических партий или отдельных кандидатов, которые участвуют в выборах. И не должен оказывать помощь в их политическом процессе. Одно дело, если их преследуют, если нарушают их права, в этой части мы можем помогать в защите именно. Но в политическом процессе мы не участвуем. Наблюдатель должен оформить свои полномочия в рамках законодательных процедур, установленных белорусским законодательством. Для этого мы расскажем позже, как это должно быть. Наблюдатель должен иметь при себе соответствующее удостоверение и удостоверение личности. Строгая беспристрастность – важный элемент нашего наблюдения. То есть беспристрастность имеется в виду, опять же, что мы не отдаем предпочтение кому-то из участников этого политического процесса. Мы наблюдаем за всем процессом и за обеспечение процедур в отношении каждого их участника. Наблюдатель должен выполнять свои обязанности в ненавязчивой манере и не вмешиваться в избирательный процесс. Наблюдатель имеет возможность, имеет право задавать вопросы и делать предложения представителям избирательных комиссий и органов власти, привлекать внимание их на проблемы невыполнения законодательства, обращать внимание на случаи нарушений и также имеет право подавать в установленном порядке жалобы на эти нарушения. Очень важное требование объективности, и, соответственно, наблюдатель должен отражать то, что он видит, делать свои выводы на фактах, которые лично он сам стал свидетелем, которые он видел и может подтвердить. Ну и тоже важный вопрос безопасности. Наблюдатель должен учитывать, что разумные меры безопасности важно обеспечивать. Есть две формы наблюдения. Наблюдение за долгосрочное, за процедурами выдвижения, процедурами регистрации, сбора подписей, агитации. Вот это все то, что мы уже делаем. Ну и, конечно, такой квинтэссенция выборов, самый яркий момент – это голосование и подсчет голосов. И на этих процедурах также наблюдатели имеют право находиться, и очень важно, чтобы этот процесс был прозрачным и проходил под наблюдением, соответственно, наблюдателей и других участников процесса – журналистов, кандидатов, лица, которые имеют эти возможности наблюдать по нашему закону в том числе. О обязанностях краткосрочных наблюдателей – наблюдателей, которые наблюдают за процессом голосования и подсчетом голосов. Значит, наблюдатель должен пройти обучение для того, чтобы быть подготовленным к этому. Там нет ничего особенно сложного, но все-таки процедуры знать нужно для того, чтобы наблюдать профессионально. Наблюдатели оценивают и считают каждого избирателя, который пришел участвовать в голосовании. Также мы ожидаем, что наблюдатели оперативно пришлют формы отчетов в указанные сроки по указанным адресам. Это в конце мы все укажем. Наблюдатели должны подчиняться требованиям долгозрочных наблюдателей, ну, координаторов, которые будут их координировать. Как стать наблюдателем и какие у наблюдателя права и обязанности? Наблюдатель должен, как отче наш, помнить, что есть избирательный кодекс, и в избирательном кодексе статья 13 касается как раз наблюдений, как раз возможности осуществлять наблюдения и регулирует, каким образом наблюдатель становится наблюдателем. И очень важно, что статья 13 избирательного кодекса закрепила то, что подготовка и проведение выборов проводится открыто и гласно. Это один из важнейших принципов избирательного процесса, и для нас он очень важен, потому что на нем построена вся наша возможность наблюдать, и наша задача, соответственно, обеспечить, чтобы для людей вот эта гласность и открытость была в итоге доведена. Поэтому мы, исходя из этого принципа, наблюдаем, и поэтому мы распространяем дальше эту информацию. Одна из форм обеспечения властности – это как раз присутствие наблюдателей. Не единственная, есть и другие формы, но один из способов, одна из форм – это присутствие наблюдателей при проведении всех избирательных процедур. С статья 13 очерчивает круг субъектов, которые имеют право наблюдать за проведением выборов. И существует также постановление Центра разбиркома, которые регулируют уже более детально процедуры допуска. Кто может быть наблюдателем? Статья 13 содержит четкий, исчерпывающий перечень этих категорий людей, которые могут быть наблюдательными, выполнять функцию наблюдателя. Это депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, депутаты местных советов, доверенные лица кандидатов в президенты, представители политических партий, представители общественных объединений, представители трудовых коллективов, представители средств массовой информации, журналисты, международные наблюдатели. Да, и представители граждан, представители избирателей, проживающих по месту проведения выборов на данной территории, то есть избирательного участка или избирательного округа, в зависимости от того, на какую комиссию мы идем наблюдать. Дальше законы и постановление Центра разбиркома предусматривают процедуры, как каждая категория может получить полномочия наблюдателя. Нужно пройти аккредитацию. Аккредитация – это регистрация наблюдателя в избирательной комиссии. И непосредственно с момента вот этой регистрации наблюдатель, человек, который пришел наблюдать, получает вот эти полномочия наблюдателей и уже может действовать в таком качестве. Значит, представители политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов и представители группы граждан аккредитуются комиссиями при предъявлении паспорта своего, паспорта гражданина и документа о направлении наблюдателя. Значит, вот это направление наблюдателя может выдаваться, соответственно, теми структурами, которых наблюдатель представляет. Это значит, что политические партии и общественные объединения могут направить своего представителя на заседание избирательной комиссии или на участках для голосования, для наблюдения за процедурой голосования и подсчетом голосов. Можно направить одного представителя, если комиссия согласна, может быть этих представителей и больше. Но один наблюдатель может иметь полномочия наблюдать на территории в разных комиссиях или в разных, в нескольких избирательных комиссиях участковых или территориальных. Кто каким образом оформляет вот эти направления для наблюдателя? Руководящие органы политических партий и иных республиканских общественных объединений могут направить наблюдателя на заседание Центра избиркома и любых других комиссий избирательных и на участки для голосования на всей территории Республики Беларусь. На территории Республики Беларусь это значит, так ее понимается до избирком, что вот эти органы республиканские, они могут направить наблюдателей на участки для голосования, которые находятся за пределами Республики Беларусь в других странах. Там наших полномочий не хватает. Дальше. Руководящие органы областных организационных структур политических партий и общественных объединений могут направить на заседание соответствующих областных или районных, или на участки для голосования, которые расположены на территории данной области. Руководящие органы Минских городских организационных структур соответственно на территории города Минска направляют наблюдателей на территориальные или участковые комиссии. И руководящие органы районных в городе направляют на, по такой же логике, на заседание участковых комиссий на участки для голосования, расположенные непосредственно уже на территории районов в городе. То есть вот такая структура, кто направляет. Какой необходим документ для направления, для аккредитации наблюдателя? Таким документом является протокол или копия протокола, или выписка из протокола заседания руководящего органа политической партии или общественного объединения, или их орг структур. И в этом протоколе должны быть указаны четко позиции, которые требуют законодательства. Это координаты руководящего органа, дата принятия решения, количество членов этого руководящего органа и количество присутствующих, фамилия и имя отчества наблюдателя, дата рождения, место жительства, номер телефона наблюдателя и название комиссии, в которую он направлен. Ну, четко вы можете это посмотреть еще раз в нашей презентации, которая будет доступна. Группа избирателей по месту жительства, которая проживает на территории участка для голосования, может также подписаться под заявлением о направлении наблюдателя на заседание участковой комиссии на участок для голосования. Для этого не менее 10 подписей должны быть собраны от этой группы избирателей. И при этом оформляются следующие документы. В этом документе о направлении должно быть указано фамилия, имя, отчество наблюдателя, дата рождения, место жительства, номер телефона наблюдателя, название комиссии, куда он направляется или номер участка. В отношении тех избирателей, которые выдвинули его, должны быть указаны в отношении каждого выдвинувшего, должны быть фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства каждого избирателя, который выдвинул. И, естественно, их подпись. Также мы говорили о возможном направлении наблюдателя трудовым коллективом. Это может выдвинуть непосредственно трудовой коллектив организации, коллектив структурного подразделения организации. И может выдвинуть, соответственно, на заседание участковой комиссии, на участие для голосования в пределах территории и соответствующего района или района в городе, на котором расположено это предприятие. Это то место, где трудовой коллектив работает. Решение трудового коллектива должно быть принято на соответствующие собрания или конференции и оформлен протокол, в котором также указываются, по той же логике, указываются данные и на наблюдателя, и данные о трудовом коллективе. Подробно они указаны также в нашей презентации. Что делать дальше, когда наблюдатель эти документы получил, каким образом он проходит аккредитацию? Следующий образом. Документ о направлении наблюдателя должен быть предъявлен в соответствующую избирательную комиссию не позднее 20.00 в день голосования. То есть до момента закрытия избирательных участков, до момента окончания самого процесса голосования. Потому что в 20.00 участки закрываются, и уже физической возможности у наблюдателя передать это удостоверение, это направление и общаться с комиссией, такой физической возможности уже у наблюдателя не будет. Поэтому до 8.00, а желательно еще чуть раньше, подойти с этими документами для того, чтобы обеспечить себе возможность наблюдать хотя бы на подсчете голосов. Значит, наблюдатели, направленные на участки для голосования, аккредитуются путем внесения соответствующей записи в журнал аккредитации. На каждом участке ведется специальный журнал аккредитации наблюдателей, и вот суть аккредитации как раз в том, что комиссия должна наблюдателя внести в этот список, указать его данные и номер направления в качестве наблюдателя. Ну а, конечно, важно отметить, что наблюдатель должен удостовериться, что его туда записали, чтобы не возникла проблема вдруг, что у него нет таких полномочий наблюдать. Что наблюдатель имеет право, когда он уже осуществляет свою функцию наблюдения? Эти права, так же, как и то, что наблюдателю запрещено, четко прописаны в статье 13 избирательного кодекса. Во-первых, наблюдатель имеет право присутствовать на заседании соответствующих комиссий. Понятно, что без этого наблюдение может терять смысл. Хотя, хотя, сейчас, это тоже одна из форм наблюдения, можно наблюдать через, посредством онлайн-трансляции. Ну, это было во время работы комиссий избирательных до голосования. Наблюдатель имеет право присутствовать при пломбировании и опечатывании урны для голосования. Наблюдатель имеет право находиться в день голосования в помещении для голосования с момента пломбирования или опечатывания урн до окончания подведения результата голосования. То есть, не только то время, когда избиратели могут прийти на участок, а от начала избирательной процедуры, она начинается с опломбирования урн, и до конца, когда уже подводятся итоги, и комиссия передает все свои материалы дальше в окружную комиссию, в территориальную комиссию. Наблюдатели имеют право, поэтому должны иметь возможность присутствовать при досрочном голосовании, голосовании по месту нахождения избирателей, и, если такое будет, при повторном подсчете голосов избирателей. Мы все время также объясняем наблюдателям о том, что вот эту формулировку из избирательного кодекса о праве присутствовать следует понимать, как не только находиться в помещении, но иметь возможность видеть процедуры, видеть и слышать содержание избирательных процедур. То есть, если вас в актовом зале, если вас допустили в актовый зал и посадили за 15 метров, или за 10 метров, и вы на самом деле не видите содержание этого процесса реально, это не надлежащая реализация права наблюдателя. Вот, поэтому важно, конечно, дальше мы будем говорить о том, что камин наблюдателя не имеет права вмешиваться и препятствовать работе комиссии, но нужно, чтобы наблюдатель имел возможность видеть содержимое, видеть суть этой избирательной процедуры, как идет процесс голосования. Поэтому наблюдатель должен иметь возможность наблюдать за выдачей бюллетеней, ходом голосования и выполнением установленных избирательным кодексом порядка голосования, процедур голосования. Также наблюдатель имеет право, как мы уже говорили ранее, обратиться с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосования до председателя или секретаря участковой комиссии. Также наблюдатель имеет право получать информацию про результаты подсчета голосов и составление протокола соответствующих комиссий по результатам выборов. Знакомиться имеет право с протоколами участковых избирательных комиссий по результатам голосования, итоговых протоколов, которые составляются, подписываются и потом направляются в вышестоящую комиссию. Для того, чтобы он это право имел, наблюдателем вывешивается один из экземпляров этого протокола. Поэтому должна быть вот эта возможность предоставлена. Мы также обращаем внимание на то, что такие протоколы должна быть возможность сфотографировать, переписать и сделать копию любым доступным для наблюдателя способом. Это очень важно для того, чтобы можно было результаты фиксировать. И также наблюдатель имеет право направлять обращения и жалобы в соответствующую или вышестоящую комиссии или прокурором в случае нарушения избирательного кодекса и иных актов законодательства, касающихся выборов. Это то, что наблюдатель имеет право. Есть также перечень, что наблюдателю запрещено. И это тоже важно знать, потому что при совершении действий, которые запрещены, наблюдателя можно удалить с участка. Во-первых, наблюдатель должен оставаться беспристрастным. Ему запрещено заниматься агитацией в любой ее форме. Запрещено оказывать кандидатам в президенты какую-либо информационную, методическую, финансовую и иную помощь. Именно в их работе как кандидатов в президенты. Запрещено создавать препятствия в проведении голосования. Предпринимать действия, которые нарушают тайну голосования. Вести опросы граждан, которые прибыли для голосования или уже проголосовали. То есть экзит-полы наблюдателям запрещены. Наблюдателям запрещено заполнять за гражданина по его просьбе бюллетеней. Ну, без его просьбы тем более. Создавать препятствия для нормальной работы комиссии и проведения голосования. Запрещено находиться рядом со столами выдачи бюллетеней, рядом с кабинами для голосования и урн для бюллетеней. Запрещено вмешиваться в работу комиссии. Вы видите, что формулировки недостаточно конкретные. И практика показывает, что комиссии могут злоупотреблять, толкуя их расширительно и создавать таким образом препятствия для наблюдения. Но поэтому здравый смысл и понимание смысла избирательной процедуры для наблюдателя очень важно для формулирования своих требований и отстаивания своих прав. Также важно сказать, это не касается, это не вытекает из избирательного кодекса, но здравый смысл и требования безопасности в условиях пандемии, вот этого COVID-19, она тоже вводит определенные требования дополнительные, которые мы рекомендуем наблюдателям учесть. Это значит, что вы должны не рисковать, минимизировать риски того, что вы где-то заразитесь, ну и также, конечно, создать условия, чтобы если вдруг вы являетесь носителем этого вируса, чтобы вы его не передали другим. Поэтому, если вы себя плохо чувствуете или повышенная температура, оставайтесь дома и не надо ни в чем участвовать. Важное требование пользоваться маской, пользоваться антисептиками для рук, минимизировать касание с предметами и другими людьми, не трогать свое лицо и другие открытые участки, избегать физических контактов, сохранять социальную дистанцию. И тоже важный момент – обращать внимание на то, как эти условия обеспечиваются комиссиями при организации процедуры голосования. И еще раз напоминаю, что вопрос безопасности наблюдателя – это один из первейших вопросов, на которые вы должны сами обращать внимание. Поэтому, все, что касается риска заболеть, все, что касается рисков попасть под возможные репрессии, под какие-то санкции, нужно в этом вопросе быть очень осторожными, трезво оценивать ситуацию. Если быть в контакте с вашими координаторами, чтобы люди знали, где вы находитесь, могли оперативно сообщить, если вдруг у вас что-то случится. И самое главное – не лезть туда, куда лезть не стоит. Это такой человеческий здравый смысл никогда еще никому не мешал, и наблюдателям тем более. Спасибо, дальше мои коллеги продолжат. Добрый день, меня зовут Валентин Стефанович, я член Совета правозащитного центра «Весна» и эксперт компании «Правозащитники за свободные выборы». В моей части мы поговорим про наблюдение за голосованием на участке для голосования. И для начала необходимо отметить, что у нас существует три вида голосования. Первое – это досрочное голосование, которое происходит в течение пяти дней до дня выборов. И также две формы голосования, которые проходят в основной день выборов, то есть 9 августа. Это голосование на участке для голосования непосредственно, а также голосование по месту нахождения избирателя. Мы с вами поговорим про все три вида голосования, как оно происходит и на что необходимо обратить внимание вам как наблюдателя. Ну и также для начала хочется отметить, что одним из принципов проведения выборов в Беларуси является их свободный характер. То есть каждый избиратель сам решает, участвовать ему в выборах, либо не участвовать в выборах. Никакой контроль за волеизъявлением избирателя и нарушение тайны голосования не допускается. Также каждый наблюдатель голосует лично и только сам. Никто не может голосовать вместо избирателя. Кто у нас в нашей стране имеет право голосовать? В выборах президента Республики Беларусь участвуют только граждане Республики Беларусь, которые достигли 18-летнего возраста. И не голосуют, соответственно, те, кто не достиг 18-летнего возраста, либо являются неидееспособным, признаны неидееспособным в судебном порядке. Также не могут голосовать лица, которые находятся в следственных изоляторах и в отношении их избранной меры посещения в виде взятия под стражу. И также осужденные к решению свободы. Такие категории граждан, которые в соответствии с приговором суда осуждены на ограничение свободы, либо арест, могут голосовать. Также могут голосовать граждане, которые отбывают административный арест. Ну и сейчас мы более подробно поговорим уже про каждый отдельный из вид голосования. Таким образом, мы начнем с досрочного голосования. Как я сказал ранее, досрочное голосование происходит в течение пяти дней до основного дня выборов. Значит, в этом году, во время президентских выборов, голосование досрочное будет начинаться 4 августа и заканчиваться 8 августа. Проводится оно только на территории избирательного участка. Никакие другие виды голосования во время досрочного голосования не допускаются. То есть голосование по месту нахождения избирателей во время досрочного голосования не происходит. Голосование проводится с 10 до 14 часов и с 16 до 19. Таким образом, есть перерыв с 14 до 16, когда голосование не проводится. Кто может голосовать досрочно? Голосовать досрочно имеет право избиратели, которые зарегистрированы в качестве избирателей на данном конкретном избирательном участке. Голосуют избиратели, которые не могут, не имеют возможности в день выборов находиться по месту своего жительства. Пока каким-то причинам и официального подтверждения этих причин, невозможности прийти на избирательный участок не требуется. Что, собственно, правозащитными организациями и национальными, международными наблюдателями такая система критиковалась, поскольку на практике она приводит к определенным некоторым злоупотреблениям. Кем проводится досрочное голосование? Досрочное голосование должно проводиться не менее чем двумя членами участковой избирательной комиссии. На избирательных участках существует несколько видов урн. Вы когда придете, вы с ними можете ознакомиться и увидеть. Это стационарные урны для голосования в день выборов. Досрочное голосование проводится в отдельные. Урны для досрочного голосования. И также должны быть урны для голосования по месту нахождения избирателя, которое должно быть не более трех на избирательном участке. Количество урн для досрочного голосования и количество урн для голосования в основной цене выборов не регламентировано. Но на практике это обычно две или три урны в зависимости от количества избирателей, зарегистрированных на конкретном избирательном участке. Когда начинается досрочное голосование, перед первым днем досрочного голосования, урна, в которой будет осуществляться досрочное голосование, должна быть опечатана председателем комиссии, возместителем. И при этом вы, как наблюдатель, имеете право присутствовать, также представители СМИ. Но опечатывание урн обычно осуществляется либо сургучом, либо пластилином, ну, в основном пластилином, и с помощью веревки, и также закрепляется печатью. Печать железно-металлическая, которая использовалась на предыдущих выборах, а правило, это печать местного исполнительного органа власти первого. Номерных печатей у нас, к сожалению, в Республике Беларусь нет. Урны могут быть как старого образца, традиционно используемые, деревянные, из фанеры, обитые красным кумачом, из гербов Республики Беларусь. Могут быть и урны нового образца, которые из полупрозраченного пластика сделаны, цельно такие урны. Можете увидеть и такие урны. Поговорим о том, как осуществляется сохранность урну и бюллетеней во время досрочного голосования. Почему мы про это говорим? Потому что это важно отслеживать, чтобы избирательные комиссии неугаслительно следовали этим процедурам. Урны для досрочного голосования должны печататься в важный день, когда голосование не производится. Председателем комиссии, либо его заместителем. То есть в 14 и в 19 часов должна быть прорезь в урне, заклеена чистым листом бумаги, на которой расписываются члены комиссии, присутствующие. А бюллетни избирательные и списки избирателей должны закрываться в металлический шкаф или сейф, который также печатается в председательной комиссии или его заместителем. Сами участки для голосования, если они оборудованы сигнализацией, сдаются под охрану. Следует отдельно отметить вопрос, может ли наблюдатель оставаться в ночное время на избирательном участке, чтобы проконтролировать сохранность урн и бюллетеней в ночное время. Нет, такого права наблюдателя нет. По соответствии с законодательством он имеет право наблюдать только за процедурой голосования, ну и подсчеты голосов, которые будут позже. В этих промежутках времени, когда голосование не производится, наблюдатель присутствовать и наблюдать не может. Ну и потом, когда производится уже голосование, каждый день в 10 часов и 16 часов, также председатель комиссии, заместитель должен скрывать эту прорезь для голосования, чтобы избиратели могли голосовать. Какие еще необходимо знать особенности досрочного голосования вам как наблюдателя? Ну, во-первых, то, что каждый день в конце дня, точнее окончания досрочного голосования, председатель комиссии должен составлять протокол, который вывешивается для всеобщего обозрения, в котором должно быть указано количество бюллетней, полученных избирательной комиссией из территориальной комиссии, количество граждан, получивших бюллетней за каждый день досрочного голосования, а в последний день суммарно указывается, сколько граждан получили бюллетней. Сколько испорченных бюллетней за каждый день досрочного голосования, в последний день общее количество испорченных бюллетней. Но что такое испорченный бюллетень? Это бюллетень, который не по бурне, бюллетень, который по просьбе избирателя был заменен ему другим бюллетнём. То есть, например, если избиратель неправильно проголосовал, сделал какую-то ошибку, хочет применять бюллетень, и он имеет на это право, тогда комиссия должна отметить в списке избирателей о том, что ему выдан ещё один бюллетень, составить акт о том, что бюллетень испорчен. Испорченный бюллетень должен быть, соответственно, отдельно упакован от других бюллетней. И количество неиспользованных бюллетней должно быть указано. Таким образом, если вы будете производить учёт явки избирателей, а это имеет смысл сделать только если вы сможете находиться постоянно на участке для голосования в течение всего дня, в течение всех пяти дней, точнее, даже досрочного голосования, то тогда вы сможете сравнить ваши данные подсчёта, количество избирателей, принявших участие в голосовании, с цифрой, отображённой в протоколе участковой избирательной комиссии, которая была вывешена для всеобщего обозрения. Ну и, соответственно, в последний день досрочного голосования в протоколе уже указывается суммарно количество избирателей, принявших участие в досрочном голосовании. Вы можете сравнить с тем, что вы посчитали, когда присутствовали на участке для голосования. Но тут следует отметить, что мы такой задачи наблюдателя не ставим, поэтому по ряду причин, в том числе и ситуации с эпидемией ковида. Поэтому, если лично вы хотите контролировать заявку на участке, то вы должны иметь в виду, что это имеет смысл делать только если вы постоянно там находитесь в течение всех пяти дней. Следует отметить, что копия протокола сохраняется до вывешивания нового протокола, а в последний день последний протокол досрочного голосования остается вывешенным и сохраняется. На что обратить внимание вам, как наблюдателю, во время досрочного голосования? Какие здесь могут быть очень важные моменты, которые вы будете отмечать в своих отчетах и присылать их нам? Это очень важно для анализа того, как пошло досрочное голосование. Я назову некоторые основные моменты, которые мы фиксировали во время досрочного голосования на предыдущих выборах, которые с очень большой вероятностью могут происходить и во время этих выборов. Во-первых, вы должны проследить, чтобы организация досрочного голосования осуществлялась не менее чем двумя членами избирательной комиссии. Также вы должны следить за тем, чтобы участковая избирательная комиссия неукоснительно исследовала процедуру сохранности избирательных бюллетней и избирательных урн в период досрочного голосования. То есть я имею в виду те процедуры, которые прописаны в избирательном бодексе в методических рекомендациях Центральной избирательной комиссии для участковых избирательных комиссий. То есть, чтобы прорезь в урне заклеивалась бумагой, на которой расписываются члены комиссии, чтобы бюллетни и списки избирателей закрывались в железный шкаф или в сейф, чтобы избирательный участок закрывался, либо сдавался на сигнализацию, как это полагается. И также следить, чтобы в период времени, когда избирательная комиссия не работает, не осуществляется голосование, члены избирательной комиссии не закрывались в помещении для голосования, не оставались там после того, как окончилось уже голосование. Вот все эти факты необходимо обращать внимание. Также необходимо обращать внимание на то, чтобы на избирательном участке не находились посторонние лица, то есть те, кто по законодательству не имеет права присутствовать на избирательном участке. А на избирательном участке имеют право присутствовать у нас наблюдатели, наблюдатели как национальные, так и международные. Также к наблюдателям мы можем отнести депутатов кулата представителей, депутатов местных советов, доверенных лиц кандидатов. Вот эти вот лица имеют право присутствовать во время голосования и подсчета голосов. Иные лица не имеют права присутствовать. В первую очередь необходимо обращать, чтобы не было никакого контроля над волеизъявлением граждан, контроля над явкой избирательной. Что я имею в виду? Очень часто бывают случаи, когда на участки приходят представители администрации предприятий, общежитий, которые общаются с комиссией, узнают, кто из работников предприятий их. Либо общежития, которые им представляют, проголосовал. Иногда даже делают выписки из списков избирателей о том, кто еще не проголосовал. Это является, во-первых, недопустимым контролем над волеизъявлением, можно сказать, избирателей, то есть над их участием в выборах. Это нарушает принцип свободного участия в выборах. А также является признаком организованного, примудительного участия в досрочном голосовании, с чем мы неоднократно ранее сталкивались. Также признаком организованного и примудительного, добровольно примудительного, если хотите, можно так сказать, участия в досрочном голосовании является то, что некоторые избиратели просят выдать им документ, подтверждающий их участие в досрочном голосовании для того, чтобы продемонстрировать его, отчитаться, так сказать, по месту работы, учебы и так далее. Но учитывая, что выбор у нас проходит в августе, 9 августа, я думаю, что вряд ли мы столкнемся с таким явлением, как организованное добровольно примудительное участие в выборах студентов, потому что обычно эта категория избирателей попадает под такое, скажем, организованное голосование с помощью администрации, учебных заведений и старост и тому подобное. Но мы можем столкнуться с подобными явлениями, если мы говорим о работниках каких-то госпредприятий, особенно в небольших городах, где госпредприятия очень часто являются градообразующими предприятиями, где работает практически там чуть ли не весь город или половина города. Можно с такими явлениями столкнуться. Это вы тоже отмечаете, что вы видели, что избиратели просили у комиссии выдать такой документ. Но надо сразу сказать, что такого документа, конечно же, нет, в природе он не существует, и выдать его никто не может, потому как не обязан гражданин отчитываться, то он проголосовал или не проголосовал, потому что это будет противоречить одному из основных принципов выборов, это свободное участие в выборах. Ну и также, если вы производили учет явки при тех условиях, которые я раньше оговаривал, то, конечно, вы тогда должны отмечать, было ли совпадение ваших данных с данными участковой комиссии, которые были отображены в протоколе ежедневно, который вывешивается комиссией для обозрения. Но это характерно в основном для парламентских и местных выборов, когда явка избирателям в досрочном голосовании явно завышается. Это мы неоднократно уже фиксировали, причем с геометрической прогрессией. В первые дни она не сильно отличается от тех данных, которыми оперирует участковой избирательной комиссии. Ближе к окончанию досрочного голосования разбежка может составлять очень значительное количество, в 5-10 раз. То есть вы, например, насчитали 22 человека, в протоколе вы видели 220. Не исключено, что во время президентских выборов может быть и иметь место завышение явки при определенных условиях. Хотя следует отметить, что президентские выборы всегда традиционно сопровождаются с довольно высокой явкой. Но, возможно, окажет влияние на явку то, что выборы проводятся в августе, и не так много людей будут дома в это время находиться в отпусках. Также может оказать влияние и конфигурация кандидатов, которые будут в бюллетне в результате регистрации кандидатов или нерегистрации каких-то других кандидатов. Что делать, если вы столкнулись с завышением вот этой явки? К сожалению, законодательство не предусматривает возможность осуществления видеосъемки на участках для голосования, хотя мы неоднократно выступали с таким предложением установления стационарных камер на участках, которые бы в онлайн-режиме проводили съемки во время досрочного голосования. И тогда можно было бы легко посчитать, сколько людей приняло реально участие в досрочном голосовании, и также посмотреть, как сохраняются бюллетни, избирательные урны в период, когда на участках для голосования никого нет, в том числе в ночное время. Но нам было сказано, что это очень дорогостоящие процедуры, поэтому никаких стационарных камер и отдельных веб-сайтов, комиссий, где бы можно было в онлайн-режиме смотреть, что происходит в избирательном участке, как в России, например, это происходит у нас, нет. Сам же наблюдатель, по словам Лидии Михайловны Ирмушиной, не имеет права осуществлять видеосъемку на участках для голосования, и фотосъемку он может осуществлять только с согласием членов комиссии и председателя комиссии, что, конечно, значительно ограничивает права наблюдателя. Мы неоднократно говорили о том, что наша позиция в этом вопросе заключается в том, что статья 13 избирательного кодекса не содержит никаких запретов на осуществление наблюдателя видео и фотосъемки. Соответственно, перечень запрещенных действий наблюдателя является исчерпывающим, это означает, что наблюдатель может производить фото и видеосъемки. Но на практике вы можете столкнуться с противодействием со стороны избирательной комиссии и председателя комиссии, которая может у вас даже, в общем-то, решить аккредитацию в связи с этим и удалить с участия для голосования. Поэтому, если вы стали свидетелями каких-то нарушений со стороны комиссии, то, конечно, это нужно снимать, но надо соизмерять, так сказать, свои возможности и остроту, то есть ситуации и проблемы, с которой мы столкнулись в данный момент. Теперь поговорим о наблюдении на участке для голосования в день выборов. Это 9 августа. 9 августа выборы начинаются у нас в 8.00, заканчиваются в 20.00. Когда проголосовал последний избиратель, 20.00, если нету избиратель, то 20.00 просто закрывается участок, но если еще находится избиратель, когда последний проголосовал и покинул участок, тогда закрывается участок, начинается процедура по счету голосов. Вам, конечно, лучше прийти на участок, если вы хотите присутствовать при пломбировании ящиков для голосования, а вам, как наблюдателем, необходимо присутствовать прибыть раньше. В 7.45 комиссия приступает к опечатыванию ящиков для голосования, то есть стационарного ящика и переносных ящиков для голосования по месту на каждой избирательской, которые должны быть не более трех. Они вам должны продемонстрировать их, что они пустые, опечатать, и ящики первостные должны находиться в вашем поле зрения. Не разрешается их куда-то уносить, в другие комнаты, чтобы их не было видно, они всегда должны быть у вас на виду. Ну и, в общем-то, открывается участок для голосования, и избиратель начинает приходить, чтобы проголосовать. Что тут необходимо знать, ну это, конечно, кто имеет право голосовать на этом участке для голосования, ну, конечно, кто несет в списки избирателей. Но может такая бы ситуация, что кого-то в этих списках нет. Человек приходит с паспортом, подтверждает, что он проживает по такому-то адресу, у него в паспорте есть штамп о регистрации по месту жительства, и она совпадает с адресом, который голосует на именно на этом избирательном участке, но его в списках нет, тогда его должны записаться в дополнительные списки. Но не всех туда записывают, а только тех, кто может доказать то, что он действительно проживает на участке, приписанных, скажем, к этому участку избирательному. То есть таким подтверждением является паспорт, где есть штамп, либо по регистрации по месту нахождения, либо регистрация по месту жительства, либо какой-то документ, который подтверждает то, что человек проживает на территории данного участка для голосования. Это может быть в том числе и договор о аренде квартиры действующих по данному адресу, с которого следует, что человек на данный момент там проживает. Ну, также необходимо знать, что велитень издается избирателям не только по предоставлению паспорта, но и иных документов. В частности, это может быть военный билет для военнослужащих, это может быть документ государственного служащего, это может быть водительские права, это может быть пенсионное удостоверение, это может быть студенческий билет, то есть документы с фотографиями. Конечно, при условии, что данные граждане находятся в списке избирателей, потому что в дополнительный список их внести без документов, подтверждающих то, что они проживают на этом участке для голосования, уже нельзя. То есть в дополнительный список, как я уже сказал выше, могут вноситься к гражданам, которые могут подтвердить, что они там проживают. Но студенты традиционно голосуют у нас по месту своего нахождения. Но бюллетень выдается только один бюллетенем в одни руки. Если есть необходимость помощи избирателю, чтобы он мог подчеркнуть нужного кандидата, то это могут сделать кто-либо из других избирателей по просьбе членов комиссии, но вы, как наблюдатель, не должны помогать, потому что наблюдатель не должен нарушать тайну голосования, и он помощь на то, как это не может. Ну, в общем-то, в день выборов вряд ли вы столкнетесь с какими-то серьезными нарушениями на участие для голосования. Скорее всего, все будет проходить, как обычно это происходит, будут работать буфеты, люди будут туда идти, радостно голосовать, и все будет чинно, благородно. Но есть один вид голосования, на который я бы заострил ваше внимание. День выборов основной, то есть 9 августа, это голосование по местному ухождению избирателя. Вот с этой формой голосования очень часто происходит манипуляция, которая, в общем-то, могут приводить к классификации результатов выборов. Что я имею в виду под голосование по местному ухождению избирателя? Это форма голосования, когда избиратель, который по каким-либо причинам не может лично посетить участие для голосования, может обратиться с подобной просьбой в участковую комиссию для организации голосования по месту его нахождения. То есть, когда комиссия, члены комиссии придут к нему домой, с вот этими вот самыми переносными ящиками для голосования, такими маленькими, которые должны быть не более трех, которые тоже, конечно, опечатываются перед началом голосования и должны быть опечатаны. Как процедура эта выглядит в соответствии с законодательством? Ну, во-первых, обратиться с просьбой может в саму лицу, а также может посредством других лиц, ну, членов семьи, например. Это первое. Второе. Он может обратиться как письменно, так и устно. И в том числе он может обратиться не позднее 18.00 в день голосования. То есть, 9-го числа до 18.00. Что тут проблема? Проблема в том, что обратиться устно означает, что, конечно, проконтролировать это очень сложно. Во многих странах избиратель может обратиться с такой просьбой за благовременно, то есть не взяли выбор и только письменно. И тогда вы, как наблюдатель, конечно, можете посмотреть, поступало ли заявление такого гражданина, написано ли оно одной рукой или они написаны разными почерками, и сколько их вообще. У нас проконтролировать это сложно. Все просьбы должны записываться в специальный список, который заверяется председателем комиссии. А потом на основании этого списка делается выписка из основного списка избирателей в специальный вкладыш. То есть, если у вас 20 человек изъявило желание голосовать по местному охорению избирателей, соответственно, 20 фамилий должны быть указаны в этом вкладыше. Количество бюллетеней, которые получают члены комиссии для организации такого голосования, должно совпадать с количеством избирателей, которые выписаны в этот вкладыш. Не менее двух человек избирательной комиссии отправляется для организации этого голосования по местному охорению избирателей. То есть, берут этот вкладыш, урну. Вы, как наблюдатель, имеете право присутствовать при таком голосовании, но следует иметь в виду, что обеспечивать вас транспортом избирательная комиссия не обязана. Ну, если в городе, то, в принципе, как правило, комиссия отправляется пешком в организацию такого голосования, потому что участок более-менее компактный в городах, и это прижигающие какие-то дома. Ну, а в сельской местности бывает, что они выезжают на машине по каким-то деревням, и тут вы уже зависите от доброй воли членов комиссии, которые могут взять с собой машину, а могут и не брать. Они это не обязаны делать, поэтому если в сельской местности, то вам следует предусмотреть вариант, как вы можете сами себя транспортировать, так сказать, вместе, вслед за членами комиссии, чтобы наблюдать за этим голосованием. Но в городах вы просто с ними можете вместе пройти. Член-поседатель комиссии должен заранее информироваться наблюдателя о том, что сейчас будут бывать члены комиссии в организации голосования по местному голосованию избирателей. Какие это могут быть проблемы? На что обратить внимание? Исходя из опыта предыдущих выборов, не следует обратить внимание на такое явление, когда вы столкнетесь с отказами избирателей голосовать по местному хождению, когда комиссия придет к ним домой, либо высказыванием недоумения тем, что комиссия к ним пришла для организации голосования, поскольку они не вызывали никого и не обращались с такими заявлениями об организации голосования по местному хождению избирателей. Это следует фиксировать максимально полно, то есть записывать вплоть до фамилии такого избирателя, его местожительства. Это очень важное доказательство. Почему? Про что это говорит? Это говорит о том, что мы имеем дело с, как я это называю, процедурой наоборот, то есть с манипуляцией с процедурами. Это значит, что комиссия реально не фиксировала никакие просьбы избирателей в список, и эти избиратели не обращались с такими просьбами, а комиссия просто произвольно из списка выписала все фамилии, которые на тот момент не проголосовали, в целях обеспечения явки, как минимум, во вкладыш. Произвольно взяли столько бюллетней, сколько не выписали избирателей, и с этой урной пошли по квартирам. Но то, что вы наблюдатель, присутствуете с ними, это в определенном смысле, конечно, минимизирует возможности манипуляции непосредственно самими бюллетнями, но если, например, наблюдателя нет, что тогда делали с бюллетнями, когда избиратели отказались голосовать, приносят их и отдают назад, или они отмечают их и бросают, это большой вопрос. В любом случае, если вы сталкиваетесь с такими явлениями, вы должны это отметить, и это является нарушением процедуры, поскольку процедура четко описана в избирательном кодексе. Повторюсь, это я говорю, исходя из опыта предыдущих компаний, то, что имело место быть. Ну а сейчас поговорим о процедуру подсчета голосов. Это, в общем-то, является венцом. Все выборы, это является одним из самых важных этапов избирательной кампании, когда устанавливаются результаты голосования, когда идет подсчет голосов избирателей. Мы акцентируем ваше внимание именно на этой процедуре. Вы должны, вы обязаны на ней присутствовать. Вы должны дать оценку этому процессу. Насколько, по вашему мнению, процедура подсчета голосов была прозрачная, насколько, по вашему мнению, результат, который отображен в протоколе, по результатам голосования, совпадает с тем, что вы наблюдали на участке для голосования во время подсчета голосов. Насколько вы можете сопоставить то, что вы видели, с тем результатом, который отображен в протоколе. Но начнем с начала процедуры. Как я уже сказал, в 20.00 заканчивается голосование избирателей. Если на участке для голосования остались еще избиратели, и уже в 20.00 комиссия должна дать им возможность проголосовать, когда уходит последний избиратель, участок закрывается. И на нем остаются только те, кто в соответствии с законодательством имеет право присутствовать при подсчете голосов. Никаких иных посторонних лиц на участке для голосования находиться не должно. Это представители СМИ, это наблюдатели, в которых мы, как я уже говорил ранее, включаем наблюдателей национальных, наблюдателей международных, депутатов Палаты представителей, депутатов местных советов, доверенных лиц кандидатов и сами кандидаты имеют право присутствовать, но только при подсчете голосов. На других этапах нет. Все остальные как бы должны удалиться из комиссии. И потом начинается процедура подсчета. Первый шаг – это работа с бюллетнями, которые в избирательных урнах не были. То есть они проводятся до вскрытия урн для голосования. Имеется в виду опечатывание подсчет и погашение неиспользованных бюллетеней. То есть те бюллетени, которые не успели, ну, избиратели не пришли, не проголосовали, лишние остались, грубо говоря, они должны быть подсчитаны, погашенный способ погашения может быть разным, но, как правило, это надрезает уголки бюллетеней. И потом они, когда уже подсчитаны, их результат подсчета оглашается, и потом они опечатываются, расписываются там председателем комиссии, извините, председателем комиссии, и один пакет упаковывается. Также поступают с бюллетнями испорченными, не путаются с недействительными. Испорченные бюллетни в урне не были, недействительные были. Это такая разница, чтобы проще было запомнить. Испорченные, про которые я рассказывал, это когда избиратель попросил выдать ему другой бюллетень, а тот, который он испортил, он актируется актом, и вот, если их несколько было, они тоже подсчитываются, упаковываются, результат оглашается, что столько-то испорченных бюллетней. Потом комиссия по списку избирателей устанавливает количество избирателей, зарегистрированных на участке, то есть это основной список избирателей, и те, кто был в дополнительном списке, и количество избирателей, получивших бюллетню для голосования, то бишь, принявших участие в выборах. И потом уже начинается непосредственный подсчет бюллетеней. Один из основных принципов подсчета бюллетеней по нашему законодательству избирательному, это раздельный подсчет голосов. Что означает раздельный подсчет голосов? То, что каждая урна по каждому виду голосования подсчитывается отдельно. Сначала вскрывается урна для досрочного голосования. Она вскрывается, высыпается бюллетеней, и осуществляется подсчет. Подсчет должен осуществляться по каждой кандидатуре, каждого кандидата отдельно. Для удобства подсчета на столе будут стоять фамилии кандидатов, и они подсчитываются. Результат подсчета оглашается. Таким же образом потом производится подсчет с переносных урн для голосования по месту нахождения избирателей, а потом уже вскрывается последняя стационарная урна или урны для голосования, которые были для голосования на участке голосования в основной день, 9 августа. Таким же образом тоже они высыпаются и подсчитываются. На что тут необходимо обратить ваше внимание? Во-первых, ваше местонахождение. В методических рекомендациях для участковых комиссий, которые утверждены Центральной избирательной комиссией, есть там схема размещения комиссии, уставал для которой будет производиться подсчет голосов. Они должны находиться с трех сторон стола, таким образом, чтобы одна грань стола оставалась свободной, и, соответственно, для обозрения наблюдателя и других лиц, которые имеют право присутствовать в подсчете голосов. Соответственно, если комиссия становится плотным кругом, вы, конечно, можете и должны обратиться к председателю комиссии с просьбой обеспечить вам все-таки возможность наблюдать непосредственно за подсчетом голосов. И таким образом встать, чтобы все-таки одна грань стола была свободной и вы могли наблюдать. На каком расстоянии от стола вы будете находиться? Законодательство никак не регулирует расстояние от стола до наблюдателя и от наблюдателя до стола. В методических рекомендациях этого года написано, что наблюдатель должен находиться на расстоянии, позволяющем обозревать членов комиссии. Хотя раньше формировка была несколько другая. Писали всегда, что наблюдатель должен находиться от стола до подсчета голосов на таком расстоянии, которое позволяет непосредственно ему обозревать процедуру подсчета голосов. В принципе, учитывая, что избирательный кодекс ничего про эту тему не говорит, мы всегда говорим о том, что наблюдатель должен находиться на таком расстоянии, которое позволяет ему осуществлять наблюдение за подсчетом голосов. То есть он должен видеть, как осуществляется подсчет голосов вплоть до отметок в каждом конкретном бюлитне. То есть если вы видите птички, галочки, крестики и другие знаки, которые делали избиратели, это как бы достаточное расстояние. Ну, конечно, если вас отсадили за 30 метров от стола, при этом комиссия стала плотным кольцом, так что вы кроме как спин и других частей тела больше ничего не видите, но это значит, что вы не наблюдаете за процедуру подсчета голосов. Тогда я рекомендую просто снять короткое видео и фото того, что видит наблюдатель со своих 30 метров, где он находится и в общем-то это все равно означает, что вы не можете наблюдать подсчет голосов, поэтому собственно, что там будут делать с вами комиссии, после этого это уже не имеет значения. Это уже означает, что процедуру подсчета голосов вы не наблюдаете вообще, она закрыта для вас. Но есть еще другой момент, даже если вы находитесь на расстоянии, которое, по вашему мнению, позволяет вам разливаться, в линии к содержимое, очень важно оценить, как производится подсчет голосов. К сожалению, законодательство наше по этому поводу ничего не говорит о том непосредственно, как оно происходит. Единственное, это то, что оно производится раздельно, и то, что производится с членами комиссиями без перерыва до получения результата голосования. Вот и все, что там сказано, как подсчетывается голосами. Там не расписывается по каждому шагу о том, как оно должно осуществляться. На практике вы столкнетесь, скорее всего, с так называемым коллективным и одновременным подсчетом голосов. То есть, когда подсчет голосов осуществляется всеми членами комиссиями одновременно, когда каждый член комиссии подсчитывает только свою небольшую часть передней, маленькую пачечку, и когда он пишет либо шепотом, либо на бумажке передает какие-то цифры председателю комиссии, каждый из них. Вот такая процедура подсчета голосов не является транспарентной, и, соответственно, если вы наблюдаете именно такую форму подсчета голосов, это говорит о том, что подсчет голосов производился непрозрачно. Почему? Потому что даже отдельно взятый член комиссии не видит и не знает общего результата подсчета. Он знает только свою пачку и то, что он написал на бумажке. Каким образом подсчитали его коллеги, он не знает. И председатель комиссии потом, собрав эти данные, каким-то образом их транспорирует в протокол, которому можно только верить, либо не верить. Соответственно, мы считаем, что такая процедура подсчета голосов, конечно же, непрозрачна. Мы неоднократно обращались с предложениями о том, чтобы в методических рекомендациях было прописано о том, что подсчет голосов осуществляется одним членом комиссии с демонстрацией каждого избирательного бюллетеня всем присутствующим. Но ответ был таков, что методические рекомендации это указать невозможно, постановление на центральной комиссии это закрепить невозможно, поскольку это не предусмотрено избирательным законодательством. Но избирательное законодательство не запрещает проведение подсчета голосов таким образом. Избирательное законодательство также не закрепляет, не закреплено и не описано вот такая форма подсчета голосов, которую я называл коллективная и одновременная. Этого тоже нет в соответствующей статье избирательного кодекса. Но почему-то так проводить подсчет голосов можно, а одному члену комиссии, демонстрируя каждый бюллетень и всем присутствующим, так чтобы вы, как наблюдатель, видели конкретную отметку в каждом избирательном бюллетне и параллельно могли считать вместе с этим членом комиссии каждый бюллетень. Это почему-то делать нельзя. Поэтому, если вы сталкиваетесь с такой процедурой, как совместный одновременный подсчет голосов, отмечайте в вашей форме отчета, что это была непрозрачная форма подсчета голосов. Она не позволяет нам сделать вывод о том, насколько соответствует данное протоколе тому, что мы с вами только что видели. Ну и потом, когда уже комиссия подсчитала, должно провести заседание комиссии, на котором должны быть рассмотрены жалобы. Ваши, возможно, жалобы какие-то, которые вы подавали в течение дня о нарушении избирательного законодательства, они должны быть рассмотрены, должны быть приняты по решению, потом должно быть принято решение по результатам голосования и оформляется протокол. Протокол оформляется в нескольких экземплярах о результатах голосования и также протокол заседания комиссии. Потом все материалы избирательные упаковываются, опечатываются и вместе с другой документацией протоколом заседания комиссии, протоколом результатов голосования отправляются в территориальную избирательную комиссию, в районную избирательную комиссию. Ну а вам будет вывесен протокол о результатах голосования для всеобщего обозрения. Вы, как наблюдатель, имеете право его сфотографировать. Почему? Потому что избирательный кодекс не предусматривает выдачу копий протоколов о результатах голосования, заверенных печатями и подписями членов избирательной комиссии и наблюдателю, но наблюдатель в соответствии с статьей 13 избирательного кодекса имеет право своими силами и средствами изготовить копию протокола о результатах голосования. Фотографирование на мобильный телефон как раз и является изготовлением такой копии вашими силами и средствами. Поэтому никакого противодействия со стороны комиссии в данном случае оно не будет законным. если вам будут не разрешаться это сделать. Зачем мы просим сделать копию фотографии, копию протокола? Потому что вы потом эту фотографию должны будете отправить по адресу вашего территориального координатора, долгосрочного координатора компании, который наблюдал за выборами с самого начала. Зачем? Это одна из ступеней контроля, чтобы потом координатор мог сопоставить несколько таких фотографий и протоколов, сплюсовать данные и сравнить их с официальными данными по району. Следует отметить, что в некоторых случаях на предыдущих выборах у нас были такие курьезные истории, например, в Камсомаргонском районе, когда суммарно количество голосов за оппозиционного кандидата с семи участков избирательных районов оказалось выше, чем данные по району. Объяснить это никто не смогу, даже Лидия Михайловна. Поэтому это очень важная информация для сопоставления потом данных и такой параллельной системы контроля за данными, которые будут потом уже оглашены районной центральной комиссией. Ну а саму форму отчета о досрочном голосовании, форму отчета о голосовании в день выборов, форму отчета по голосованию по местному хождению избирателей, по счету голосов вы отправите по адресу в аналитический отдел компании правозащитников на свободные выборы, которые будут обрабатывать все эти отчеты и на основе этих отчетов готовить финальный отчет компании о наблюдении за выборами и делать на основании ваших данных выводы о том, насколько выборы соответствовали принципам, международным принципам проведения свободных демократических выборов. Поэтому отнеситесь к вашей информации, которую будете отображать в ваших анкетах, в ваших ответах очень серьезно. отображать это максимально непредвзято, максимально точно и выверено. Кроме того, чтобы вы просмотрите этот видеокурс и ПРКон презентации, которую мы подготовили, лучше, конечно, для того, чтобы вы были подготовлены уже серьезно, наблюдали за выборами, ознакомиться еще с некоторыми постановлениями Центральной избирательной комиссии, например, по наблюдателям за выборами и также с рекомендациями участковым избирательным комиссиям, которые были утверждены ЦИКом. Там очень подробно расписаны процедуры и подсчета голосов, и проведения досрочного голосования, и о том, кто может быть голосовать на участке, как голосовать на участке. Все эти материалы можно найти на сайте Центральной избирательной комиссии «Рег оф Байк» и самостоятельно не раздаваться.